Поддержать Андрея Калугина пришли около 30 человек. Людмила Кандыбка уверена, до преступления мужчину довело хамское отношение сотрудников финансовой организации. Этот человек жертва, самое натуральное, его неправильно, надо судить директора, надо судить тех работников, которые провоцируют людей. Люди, которые там работают, провоцируют людей, они обманывают людей. Я считаю, человека просто довели до такого состояния. И он был в состоянии эффекта. Почему суд этого не учел? В здании областного апелляционного суда создали штаб. Здесь собирают подписи в поддержку Андрея Калугина. Требуют освободить подсудимого. Потребовать смягчение наказания пришла и жена подсудимого. Татьяна Суботина уверена, подобные акции повлияют на решение судей. Я думаю, что будет теперь, правосудие у нас подымется. Я думаю, что апелляция все-таки ему скосит срок или может быть хотя бы на условное. Думаю, что еще пока он находится в СИЗО до утверждения приговора, я надеюсь, еще руки можно не складывать, надо бороться до конца. Апелляцию подадут на следующей неделе, рассказала адвокат подсудимого. До этого они вместе с Андреем Калугиным будут перечитывать протоколы судебных заседаний. Будем просить отменить приговор суда первой инстанции, поскольку считаем слишком жестокое наказание, именно по санкции наказания, дать более мягкое наказание до 5 лет. Подобные акции планируют проводить каждый день, пообещали участники митинга. Собираться возле апелляционного суда договорились в 10 утра. Делать это будут до тех пор, пока по делу Калугина судьи не вынесут новое решение. Ольга Сопронова, Антон Шульга, Панорама.